Всем привет! Меня зовут Кристина Якименкова. Здравствуйте! Я Руслан Мазитов. В эфире СТС Челябинск, шестой сезон телепроекта «Хочу быть моделью 35+.» От финального шоу нас отделяет всего неделя. И все свое свободное время наши участницы посвящают занятиям и репетициям. Руслан, чтобы хорошо выглядеть на подиуме, модели должны еще и следить за фигурой. Поэтому мы их отправили на занятия по рациональному питанию. Рациональное, то есть разумное питание в сочетании с умеренными физическими нагрузками – вот идеальная формула красоты и здоровья. На лекции дипломированного диетолога наши будущие модели окончательно расстались с ошибочными представлениями о том, что звезды подиума для поддержания формы постоянно голодают или, как минимум, безжалостно ограничивают себя в еде. Очень хороший урок. Вынесло для себя очень много интересного и нового, потому что, в принципе, все понятно и все знакомо, но век живи, век учись, как говорится. Послушали интересную очень познавательную лекцию о рациональном питании. Мне эта тема всегда была интересна. Очень много нового для себя узнала. Буду теперь применять на практике. Рекомендации по правильному питанию девушки прилежно записывают в тетради. Вообще, когда мы едим белок, давайте договоримся так, что это должен быть в каждый прием пищи. Белок должен содержаться, да? Но мы в один прием пищи не мешаем два белка. Ну, например, мясо с рыбой. При этом нужно помнить, что белки содержатся и в растительной пище. Например, в орехах, сухофруктах и бобовых продуктах. Если вы едите курицу, мясо, то с фасолью, с бобами это не сочетаемо. То есть горошницы с курицей – это неправильно. У вас будет коробка долго перевариваться, у вас будет курица долго перевариваться. В результате процессы гниения нам обеспечены. Избежать плохого самочувствия поможет грамотное сочетание ингредиентов. Белок хорошо усваивается и сочетается с овощами. Поэтому овощи – наше все. Мне эта тема близка и знакома, потому что я с этим связана. Я занимаюсь спортом и, естественно, придерживаюсь правильного питания. Стараюсь во всяком случае. Была очень интересная лекция. Это, в принципе, по большому счету, как будто бы я все знала. Но для меня был один нюанс, что, допустим, я узнала, что два белка несовместимы. Вот это очень интересно, я буду это использовать. Приходя на тренировку в спортзал, мы, как правило, надеемся избавиться от лишнего веса. Однако в рацион жиры обязательно нужно включать даже людям, находящимся в интенсивном процессе похудения. Жиры у нас бывают также животные, бывают растительные. Животные жиры, они практически, они все насыщенные жиры. Где у нас животные жиры содержатся? Сало. Палу. Яйца. Яйца, сало, молочка, сливочное масло. Это все у нас насыщенные жиры. Они нам тоже нужны. Поэтому сливочное масло, чайная ложечка в день, 5 граммов это примерно, в нашей жизни присутствовать имеет право. Поменьше мучного, вообще исключить сахар, сбалансированно питаться. Ну, вообще, конечно, я не сласена, я мясоедка. Мясо можно есть? Мясо нужно кушать, там много железа. Отлично. Это белок. Правильно делаю. И вам советую. Диетолог Елена Димитрова с точки зрения профессионала такой подход полностью одобряет. Наверное, что следует не есть, самое первое, это избыток сахара и продуктов, содержащие муку высшего сорта, то, что у нас очень часто преобладает у населения. И включить того, что как раз-таки у нас идет недостаток в силу наших природных особенностей, где мы проживаем, у нас недостаток овощей практически у населения у всего идет. Включайте как можно больше овощей. Пять порций по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, необходимые каждому человеку. Белок, жиры полезные. Все должно быть. И еще один важный момент. Питание должно быть максимально разнообразным, чтобы избежать дефицита витаминов и микроэлементов. Любые монодиеты допустимы лишь на короткий срок, и пользы от них, по мнению специалистов, гораздо меньше, чем вреда. Богатый ассортимент натуральных продуктов, напротив, будет способствовать оздоровлению и поможет избежать переедания. Эталоном разумного питания диетологи называют рацион жителей Средиземноморья. Руслан, знаешь ли ты, что когда женщина делает стрижку или меняет цвет волос, это значит, что в ее жизни грядут большие перемены? Кристина, теперь понятно, почему наши участницы с таким нетерпением ждали своего визита к парикмахерам-стилистам. Долгожданная встреча. Какими теперь стали наши участницы? Узнаем прямо сейчас. За преображение наших участниц сегодня берется дружная команда профессионалов дома парикмахеров 12%. Задача стилистов не просто изменить образ наших участниц в соответствии с последними тенденциями, но и отразить индивидуальность каждой из них. Мне сделали прическу, как по словам мастера, это сейчас как бы в тренде, новая причесочка. Мне очень понравилась. Я такая, мне кажется, кажусь такой похожей, такой дорогой женщиной. То у меня просто обыкновенная укладка, хвостик заколола, а тут я прям смотрю, думаю, господи, неужели это я? Да, оно произошло. Очень красиво мне сделали стрижку, укладку. У меня только позитивные эмоции. Мастер учел мои пожелания и сделал так, чтобы мне было в посередневной жизни удобно. Впрочем, только лишь окрашиванием и стрижкой дело не обходится, ведь за красотой, сотворенной в салоне, надо правильно, а главное, тщательно следить. Поэтому, говорят стилисты, не стоит забывать о правилах ухода за волосами. Когда мы находимся в салоне красоты, мастер создает классный образ, классную укладку, потом мы выходим из салона красоты и начинается другая жизнь. Именно для этого сегодня стилисты Дом парикмахеров, помимо того, что создают образы, но и рекомендуют какие-то приемы, какие-то движения, какие-то способы, как можно поддержать ту форму или тот цвет укладкой буквально в пару движений уже в домашних условиях. Это правило нашего пространства, мы так относимся ко всем клиентам, потому что для нас важно, чтобы женщина, выходя за стены нашего салона красоты, тоже чувствовала себя королевой. Некоторые из наших участниц в кресло к мастеру садились с небольшим волнением, но с ожиданием чуда и твердым намерением измениться до неузнаваемости. Очень бы хотелось кардинально, чтобы мне изменили, потому что эта поческа у меня лет пять уже, я ее не меняю. Специально я готовилась к этому моменту, не красилась, не стриглась, поэтому очень хочется, чтобы было вау и чтобы прям никто не узнал. Эффектом после все наши участницы остались довольны. У меня, во-первых, волосы кудрявые сами по себе, а здесь мне придали вид такой утонченный достаточно, вид пледи. Настроение сразу поднялось, прям летаю, наверное, в облаках. То, что я увидела в зеркале, это, конечно, разительная разница от того, что было. Я думаю, что это все заметили. То, как новый стиль наших участниц будет сочетаться с макияжем и подобранными стилистами-образами, увидим на финальном дефиле совсем скоро. Последние штрихи вносятся и в образы, которые наши прекрасные леди будут демонстрировать на позе. Поэтому вместе с ними мы отправились в модный бутик на примерку новой коллекции женской одежды. Лето – это всегда время ярких красок, легких тканей и женственных силуэтов. Именно такие образы сегодня предстоит примерить участницам проекта. А подбором нарядов, в которых наши дамы будут не только выглядеть красиво, но и чувствовать себя комфортно, займется профессиональный стилист. В первую очередь мне хотелось угодить женщинам, чтобы они чувствовали себя прекрасно в этих образах, чтобы они несли себя с хорошим настроением. В коллекциях представлены абсолютно разные модели, но я бы сказала, что это больше базовые, чтобы было легче комплектовать. И коллекции не повторяются. Для девушек плюс сайз мы всегда учитываем, то есть это другие ткани, другие фактуры, фасоны. Кто сказал, что брючные костюмы уместны только в офисе? Стоит заменить туфли на кроссовки и строгий образ становится более легким. У меня такой образ не такой интересный, я даже не ожидала. Я почувствовала себя очень юной. Актуальная в этом году полоска и обязательно акцент Натальи. Благодаря стилисту в своей фигуре наши участницы открыли много нового. Мы не зря в проекте, мы совершенствуемся, узнаем что-то новое от преподавателей, от стилистов, которые с нами работают. Поэтому очень приятно сегодня было узнать, что линия Натальи у меня выше на самом деле, чем я всегда представляла это. Женственный горох и беспроигрышный для любой дамы цветочный принт. Кто-то из наших участниц открыл для себя новые сочетания в одежде. Кто-то, наоборот, еще раз утвердился. Их стиль соответствует последним веяниям моды. Необычная одежда, честно говорю, для меня, потому что я в таких вещах фактически не хожу. Но то, что подобрали, в принципе, как бы меня устраивает, мне удобно. Стилист действительно работает очень быстро, качественно. Мне образ подобрали, в принципе, который я ношу. Мне в нем комфортно и очень удобно. Каждая женщина в любом возрасте хочет оставаться всегда красивой и молодой. Я попала в такой магазин прекрасный, где на вкус и цвет можно все подобрать. И, конечно же, работала со мной прекрасная стилист Ирина. Подобрала мне прекрасный образ. Мне кажется, я смотрю с ним очень гармонично. Эта примерка, говорят участницы, была не только красивая, но и познавательная. Благодаря помощи стилиста теперь свои наряды они будут подбирать с умом. Наши участницы уже стали настоящими телезвездами. Каждую неделю за их преображением по телевизору наблюдает весь город. Но чтобы поддержать и придать сил перед финалом, мы устроили для них экскурсию на телеканал СТС Челябинск. Там девушки даже попробовали себя в качестве ведущих новостей. Яркие диваны, плакаты и тантаморески со звездами сериалов. Сразу видно, девиз канала «Больше солнца». Здесь красавицам объясняют, как создаются новости. Журналисты наши очень мобильные и оперативные. То есть, если происходит сегодня какое-то событие, все это как бы, так скажем, с потока, все равно это воздевается в эфир в пол седьмого. Но, как известно, усваивается теория только вместе с практикой. Поэтому будущих моделей ведут по телекомпании. Первая остановка – операторская. Небольшая комната, укомплектованная дорогостоящей техникой, вызывает неподдельные эмоции. Особенно, когда узнаешь, что весят эти камеры по 15 килограммов. Собственно говоря, здесь происходит начитка текста. Поэтому у нас здесь звукорежиссер. Чтобы понять, как журналисты начитывают тексты, девушкам предоставляют уникальную возможность попробовать себя в роли диктора. Ой, как хорошо слышно. Очень классно, да? Да. Очень интересно, как работает звукорежиссер. Потому что там такая необычная комната. Хотя казалось, что не в наушниках, а без наушников ты как-то по-особенному слышишь свой голос. Ну а теперь самое интересное. Девушкам показывают Ньюсрум. Именно здесь, на телевизионной кухне, готовят для зрителей эксклюзивные материалы и самые свежие новости города. Бывает на почту пишут, бывает через сайт у нас есть, там специальный графат предложить новость. Либо пишут в группе ВКонтакте. А вот встреча, о которой некоторые участницы даже и не мечтали увидеть вживую телеведущих СТС «Челябинск». Юлиан Фалова рассказала о подготовке к эфиру, о форс-мажорах и о забавных случаях со звездными гостями. Очень интересно. Нюансы вот эти. Оказывается, звезды такие же простые люди, как и мы. Я даже не знала многих интерес, историй наших звезд. Но то, что рассказала она, это было вообще так впечатлительно, очень интересно. И вот она, яркая, красочная и такая завораживающая студия программы «Городские новости». Именно отсюда ведутся трансляции. И здесь ведущие, глядя в объектив камеры, знакомят многотысячную аудиторию телезрителей с главными событиями дня. Перемерила на себя роль ведущей. Посидела за этим столом, все полностью ощутила на себе. Мне очень понравилось, конечно. И думаю, почему же я не выучилась на журналистов? Новости всегда смотришь дома, по телевизору. Кажется, все это намного проще. На самом деле здесь очень большой труд людей. Мы это все увидели своими глазами. Мы как бы смотрим новости, но не задумываемся о том, как это происходит, как это делается, насколько это сложный вообще процесс. Узнали, как верстается каждый сюжет. На самом деле очень трудоемкая работа. Я поняла, что жизнь журналиста тяжела. И я бы, наверное, не справилась. Но все так классно. Ощутить на себе тепло ярких студийных софитов, прочесть текст помощника телеведущих, суфлера и даже почувствовать себя героем в гостях у телеканала. Эмоций девушкам хватает. Мы побывали как за кулисьей в сказке, как заглянули в замочную скважину. Очень интересно, конечно, посмотреть, как другие люди работают и сравнить какие-то специальности. Все понравилось, все было интересно. Как оказалось, в этот день у некоторых сбылось самое заветное желание. Детская мечта сбылась. Это просто увидеть вот это все изнутри, это классно. Я хотела познакомиться с ребятами из СССР. По идее, получается, моя мечта осуществилась. Хочется, наверное, попасть еще раз и, может быть, как-то связать свою жизнь с этим. Хочу быть моделью в шестой сезон! Финал шестого сезона проекта «Хочу быть моделью 35 плюс» – большой, яркий праздник. А какой праздник без цветов? Именно поэтому наши участницы отправились на мастер-класс по флористике. Какие стильные украшения сделали девушки своими руками? Смотрите сами. За материалом для творчества флористы в последнее время ходят в родные леса. Вместо того, чтобы заказывать начинающую утомлять экзотику из Голландии или Эквадора. Мы с вами соберем венок на голову, назовем его полевым. Я вчера его делал, поэтому в воде это сирень. Сами понимаете, ей не жизнь без воды. Я покажу все секретики, как в сирене зафиксировано, что она не болтается, не валится у меня никуда, кроме воды. Ну и в конце мы будем фотографироваться в веночках. В моем случае в мокром, в вашем случае почти сухом. Основой для венка послужит специальная флористическая проволока. Наши барышни смело берутся за дело, не щадя маникюра. Если сложно ногтями делать, делайте ножницами, секаторами. У вас получилось? Да. Если что, я... Не нужно делать таких моментов, допустим, откусил, а это отбросил. Весь материал используется. Ты взял, ты с ним и работаешь. Любой материал должен быть использован. Листочки, видите, вот листочек у меня зажался. Надо всегда работать с листвой. Листва – это наш помощник, это материал, который будет потом наводить красоту. Мастер-класс по изготовлению венков проходит в творческом пространстве «Гринлав», которое появилось недавно в одном из новых жилых комплексов Челябинска. Здесь можно заниматься не только флористикой, можно рисовать картины, которые представлены у нас на полке. Можно проходить мастер-классы по скраббукингу. Это работа с крафтовой бумагой, очень красивые открытки. И можно развиваться в разных направлениях. Рисовать на досках, работать с мхом декоративным, делать красивой композицией, все, что связано с декором. Несмотря на гибкость молодых веток, сплести из них изящное украшение – задача непростая. Запрадная, но воедино все это. Даже в голове. Здесь нападает усидчивость. Да, усидчивость. Это мелкая работа. У меня сегодня взрыв эмоций и смешанные чувства, потому что с такой работой я сложно общаюсь. Мне это тяжело, потому что я абсолютно не усидчивый человек. Я поэтому сделала все очень быстро, чтобы быстрее завершить. Зато результат получился просто великолепный. Наши будущие модели стали похожи на сказочных волшебниц. Замечательное впечатление. На самом деле я очень хотела добровать вас, посмотреть, как у нее остается такая красота. Мне очень успокаивает все занятия. Мы поплели веночки, и получилось как детстве. Вот знаете, девочки такие плетут. Великие задуванчики. Свои флористические шедевры девушки забрали на память. Ведь даже в засушенном виде сирень продолжает источать тонкий цветочный аромат. Кристина, это тебе. Спасибо, Руслан. Кстати, говоря о цветах, наши девушки предпочитают ими любоваться и на свежем воздухе. Так наши героини решили совместить приятное с полезным и отправились на занятия йогой под открытым небом. Яркие подробности и впечатления прямо сейчас. Пропоем мантру Ом, делаем выдох, глубокий вдох. За порцией свежего воздуха и внутренним умиротворением наши модели отправились в поселок Рощино, что всего в 15 минутах езды от города. Занятие гималайской йогой для участниц подготовил ЖК Олимпийский совместно с Центром красоты и здоровья «Атмосфера». Сегодня у нас была йога для начинающих женщин, чтобы они прочувствовали, поняли, ощутили на себе, что это прекрасное занятие для здоровья, для красоты, для поддержания своей молодости. В окрестностях нового микрорайона есть все для занятия спортом. Велодорожки, природный парк, спортивные площадки и огромное футбольное поле, окруженное живописной природой. На фоне гармонии с природой получили позитив, вдохнули воздух, солнце, воздух. Замечательное занятие, педагог очень грамотный. Знать, как правильно работать с телом, должна каждая модель. Преодолевая трудности, наши участницы стали еще на шаг ближе к своей мечте. Конечно, немножко тяжеловато, даются и растяжка, и движения все. Ну, я, в общем, довольна. Было сложно, было чувствовалось, каждая напряженная мышца, натяжение, все. Но это здорово, здорово, когда ты понимаешь и чувствуешь свое тело. А некоторые решили продолжать совершенствовать свои навыки в домашних условиях. Оказалось, что у меня и растяжки нету. Разочаровалась. Но здесь вынесла дно. Я никогда не занималась, но я хочу теперь заниматься йогой. Мое тело так расслабилось, оно получило такую положительную энергию, все такое негативное. И мне кажется, оно потом в будущем мне будет говорить спасибо. Получить заряд позитива может каждый. На помощь придет жилой комплекс «Олимпийский». Квалифицированные менеджеры проведут вас по территории и ответят на все интересующие вопросы. Кристина, какие же наши участницы активные? Йогой позанимались, к флористам на мастер-класс ходили, даже побывали в телестудии канал СТС Челябинск. Чего же еще им не хватает? Может быть свежие порции адреналина? Именно. Поэтому мы подготовили для них настоящую полосу препятствий, которую им необходимо преодолеть на квадроцикле. Ну что, ребят, стартуем по коням. Наши будущие модели продолжают ломать стереотипы. На этот раз красавицы переселись в комфортных и дорогих автомобилей за мужественные квадроциклы. Он ездит очень быстро, резко. Там всякие кучки, дорожки, камушки подскакивают везде. Въезжать приходится точно. Получить заряд адреналина нашим участникам помог мотор-парк. Новые профессионально подготовленные трассы и большой выбор экстремальной техники на любой вкус и возраст теперь есть в черте города. Офигенно то, что это в лесу, несмотря на жаркую погоду, тень, дышится все равно легко. Потрясающая трасса, совершенно не устаешь. О безопасности можно не беспокоиться. Квалифицированные специалисты покажут, как управлять экстремальной техникой, а также подберут правильную экипировку и защиту. Безопасно, шлем есть, защита есть, и поэтому опасаться нечего. Ну и машины разные тоже. Это более комфортный вариант. Есть более экстремальные. Впечатлениями от экстремальной прогулки на квадроциклах наши будущие модели остались довольны. Как ощущения? Это такой драйв, так классный. Я никогда вообще не каталась. Ай! Эмоции сверх крыши. Такой драйв, такой, знаете, разгон. Сейчас ехала и поняла, что как будто пятница сегодня. А пятница – это у нас праздник всегда. Поэтому приедем, наверное, будем пить шампанское. Чтобы устроить себе праздник и отвлечься от городской суеты, больше не нужно выезжать за город. Мотор-парк по адресу Каслинская 1А предлагает широкий ассортимент экстремальной техники на любой вкус и возраст. Помимо профессиональной трассы с полосой препятствий, на территории есть кафе, где можно побаловать сладостями себя и своих близких. На этой позитивной ноте мы заканчиваем пятую серию. Ровно через неделю вы увидите долгожданный финал телепроекта «Хочу быть моделью 35+.» Наши участницы выйдут на профессиональный подиум и предстанут перед зрителями во всей красе. Шоу будет невероятным. Так что увидимся ровно через неделю в субботу на телеканале СТС Челябинск. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok